Доброе утро, дамы и господа! И первое занятие посвятим правилам, которые нам понадобятся в городе. И так к доске пойдет, ну, собственно, я и пойду. И для начала разберем ситуацию, когда на дороге возникает препятствие, и автомобили с двух полос вынуждены съезжаться в одну или выезжать на встречную. Например, если одна из полос занята дорожными работами или там произошла авария. Так вот, в этом случае этикет, впрочем, как и правило движения, рекомендует проезжать по очереди. То есть, проехала одна машина с одной полосы, за ней вторая с другой полосы и так далее. Это поможет избежать пробок и сбережет ваши нервы. О том, что вы пропускаете машину, нужно сообщить водителю, поморгав фарами. Один длинный световой сигнал означает «проезжайте». А если вам поморгали несколько раз, это значит, что вас предупреждают об опасности или просят уступить дорогу. Вас пропустили? Не забудьте поблагодарить водителя. Если он видит ваше лицо, тогда достаточно поднять руку и показать ладонь. Если водитель, пропустивший вас, едет позади, тогда включите аварийные огни. Кстати, их нужно включать и когда вы хотите извиниться, например, если кого-то нечаянно подрезали. Но когда извиняетесь, поморгайте аварийкой чуть подольше, чем когда благодарите. Также дорожный этикет советует водителям быть сдержаннее в отношении тех, кто никуда не торопится. Например, если перед вами автомобиль едет очень медленно или вовсе остановился, не спешите ругаться, сигналить и моргать фарами. Подождите немного. Возможно, человеку просто стало плохо или он заблудился, ему нужна помощь. Но в свою очередь водитель, который не знает дороги и едет очень медленно, должен включить аварийные огни, чтобы предупредить других о том, что он не может двигаться с разрешенной на этом участке скоростью. И еще, если вы видите, что у проезжающего рядом автомобиля что-то не в порядке, то сообщите об этом водителю следующим образом. Спущенное колесо выглядит так. Описываем ладонью в воздухе круг и указываем вниз. Если открыт багажник или приоткрыт капот, то нужно хлопнуть ладонью по воздуху сверху вниз. Открыта дверь, хлопаем ладонью справа налево. Если вы заметили, что у проезжающего рядом автомобиля не включен свет, а время суток или погодные условия обязывают, то как бы поморгайте ему ладошкой. И, конечно, в любой ситуации нужно приходить на помощь другим водителям. В следующий раз мы с вами поговорим о дорожном этикете, который нам понадобится за городом на автотрассе. Живите красиво и культурно. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok